Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Импортная трава нам не нужна. 18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 2026 года. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС был введен в 2014 году. За 10 лет существования эмбарго список санкционных товаров планомерно расширялся, а действие указа неоднократно продлевалось. Для России данные меры вылились в положительные изменения, позволив переориентировать большую часть агропромышленного комплекса страны на экспорт и усилить систему продовольственной безопасности. Подробнее о том, на какие товары из стран Запада действует продовольственная эмбарго и почему это решение положительно сказалось на российской экономике. Термином эмбарго, наложение ареста, запрещение обозначают наложение государством запрета на ввоз или вывоз отдельных видов товаров, иностранной валюты, драгоценных металлов, современных технологий и других ресурсов. Установление данного запрета страны вводит с целью Охраны политического и экономического сектора, обеспечение или усиление национальной безопасности, охраны и защиты здоровья граждан, выражение несогласия государства с экологической другой страны или отношением к животным. Зачем Россия ввела продовольственная эмбарго? Необходимость наложения эмбарго на продукцию, импортируемую из стран Запада, возникла в России еще давно. Тогда часть европейских стран ввела масштабные санкции. Продовольственная эмбарго сроком на один год было введено указом президента России Владимиром Путиным от 6 августа 2014 года. В 2015 году запрет продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года, до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Предпоследний срок действия продовольственного эмбарго истек пару недель назад, однако обстановка за 10 лет не поменялась в лучшую сторону. В связи с этим 18 сентября президент России подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на импорт из стран Запада еще на два года, до 31 декабря 2026 года. Как сказал 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Как показала практика, нет худа без добра. По его мнению, когда руководство РФ пошло на введение продовольственного эмбарго и отказ от поставок западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно. Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания, сказал Песков. На какие продукты наложена продовольственная эмбарго на основании указа президента РФ от 2014 года под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. С 13 августа 2015 года продовольственная эмбарго была наложена на товары из Албании, Черногории, Исландии. В декабре 2020 года оно было распространено на Великобританию, вышедшую из Европейского Союза. С октября 2017 года в Россию было запрещено возить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также супродукты и жир животных, животное масло. Список запрещенных продуктов также не раз пересматривался. С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности, РФ продукция из санкционных стран подлежит убрать. Пока немецкие политики думают о том, как справиться со вторым сроком Дональда Трампа на посту президента США, экономисты подсчитывают убытки. За год ФРГ серьезно сократила экспорт в Россию, Турцию, Индию, Китай. И это вызвано неразногласиями с этими странами. Экономика Германии всегда была самой сильной в Евросоюзе. Она остается ей до сих пор, однако тенденции, которые происходят в этой стране, говорят о застое и даже снижении роста валовый внутренний продукт. Недавний пресс-релиз Федерального статистического ведомства Германии говорит еще и о том, что экспортные мощности ФРГ снижаются. Поставки немецкой продукции в страны, не входящие в Евросоюз, продолжают падать. Если же к власти в США придет Дональд Трамп, который обещает ввести пошлины на европейскую продукцию, ФРГ придется очень тяжело. Останутся ли немецкие товары конкурентоспособными в таких условиях? Или Германии нужно смириться с тем, что звание первой экономики ЕС не обеспечивает процветание и стабильности? Эпоха промышленного процветания ФРГ закончилась. Федеральное статистическое ведомство Германии Дестатис опубликовало пресс-релиз, в котором отмечают не очень хорошую тенденцию. Экспорт страны в третьи страны, не входящие в Евросоюз, в июне 2024 года сократился на 2. 6% по сравнению с маем 2024 и на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дестатис отмечает, что ФРГ в июне 2024 экспортировало в эти государства товаров на сумму 58 миллиардов евро после сезонной и календарной корректировки. При этом за последний год произошло резкое падение поставок в Россию на 27%, а в Турцию минус 16%, в Китае минус 9, 9%. И если в отношении РФ все достаточно логично, правительство Германии разрывает любые отношения с Москвой и даже пытается контролировать лазейки, которые находит немецкий бизнес для торговли с Россией, то в отношении других государств есть вопросы. Почему экспорт ФРГ снижается? Продукция этой страны потеряла конкурентоспособность. Отчасти, да. Как отмечают в Дестатис, основным экспортным продуктом Германии в 2023 году стали автотранспортные средства и их части. Их доля в экспорте страны составила весомые 17%. На втором месте машины с долей 14%. А теперь давайте вспомним, в каком состоянии находится автомобилестроение ФРГ. Начиная с середины 2022 года, когда из-за резкого скачка цен на энергоносители большинство немецких промышленников оказались в сложном положении, автомобильные заводы часто останавливали свою работу на недели или даже месяцы. А некоторые и вовсе начали уходить из страны, пытаясь найти место с более благоприятными условиями. Например, Форд в начале 2024 года сократил 3-5 тысячи рабочих мест на своем заводе в немецком Сар-Луисе. В итоге Икметал заявил, что договорился о том, что на немецком заводе Форд останется примерно 1 тысяча рабочих мест. Венгры не самые прозорливые люди в Европе, зато у них больше всего смелости озвучивать очевидные вещи. Например, спикер венгерского парламента Ласло Тёвер заявил, что нет никакой радости от наблюдения за той скоростью, с какой нынешняя немецкая власть уничтожает свою страну. Он сравнил происходящее с Германией времен третьего процветающие государства превратилось в руины за почти десяток лет. Против всего трех мирных лет, за которые канцлер Шольц играючись уничтожил экономику своей страны. А дальше что? После начала строительства газопровода «Северный поток», два стало понятно, что Германия вышла на новый уровень развития. У нее теперь будет еще больше ресурсов. Перед этим европейцы благополучно провалили проект Атлантического единства и ускользнули из-под контроля американских корпораций. А потом и вовсе заговорили о создании НАТО. В совокупности это стало настолько неприемлемым для США, что там просто приговорили Европу. Проект включал в себя и разорение европейских стран через санкции, чрезмерные расходы ссору с нами. Но жестче всего обошлись с Германией, которую физически лишили основы благополучия в виде дешевых российских энергоносителей. Однако и этого было мало, поэтому полякам дали карт-бланш на ограбление соседа. Расчет бы верный, убрать могущество Германии похоронит основы Евросоюза, а вот Польша с ее вечными амбициями, обидами и недальновидностью новым лидером не станет. Максимум, гауляйтером и то неуклюжим. Сложность была в том, что погубить немецкую экономику, но не саму страну. Свято место пусто не бывает, исчезновение лидера приводит к драке за его место. И с хрупкой, но более-менее единой структуры С мигом вернется к феодальной раздробленности всех против всех. Актив превратится в абузу. А США это не надо, им требуется сохранять европейскую братью под контролем и более-менее приглядной форме, чтобы направлять. Поэтому Варшава раз за разом получала отлук, когда пыталась позариться на немецкие земли или деньги, требовала контрибуции и пересмотров итогов Второй мировой. А вот с поставками энергоресурсов немцам все получилось по американскому плану. Сначала Германия и Польша дружно разорвали контракты с Россией, но сохранили сами трубопроводы. Потом началась экспроприация собственности, акций и прав у российских компаний. В результате те лишились возможности что-либо делать в Европе, кроме как отгружать сырье на границе.